Ленинград Ленинград Мстислав Иванов, Петр Михин, Шаломс Капас и другие в фильме «Разведчики» из цикла «Освободители». Основная задача разведки – добывание информации о противнике. Оборонительные и наступательные операции планируются на основе добытых сведений, отсутствие которых зачастую приводит к поражению в битве. А это, в свою очередь, может повлиять на исход войны. Сведения о силах и планах врага добываются воздушной наземной разведкой, службой наблюдения и подслушивания. Их узнают от пленных и перебежчиков. Активно работает радиоразведка и агентура. Изучаются захваченные документы и вражеская переписка. В составе каждого полка имелся разведзвод числом около 40 человек. Он действовал, как правило, в пределах первой полосы обороны противника и мог уходить за разведданными в тыл немцев на расстоянии до 5 километров. В каждую стрелковую дивизию входил разведрот. По штату она должна была иметь 120 человек и состояла из двух взводов – пешей и конной разведки. Но фактическое количество бойцов в разведроте было гораздо меньше. Разведчики гибли и получали ранения гораздо чаще обычных пехотинцев. Дивизионным разведчикам приходилось уходить в тыл противника на 5-10 километров, а в наступлении и до 15. Цель тактической разведки – определение численности группировки врага, расположение ее боевых порядков, установление количества танков, бронетранспортеров, орудий и пулеметов. Иногда ключевые сведения могли находиться на неприметном клочке бумаги. Вспоминает Петр Михин. У пленного, которого мы захватили, не оказалось документов. Штаб армии потребовал добыть нового языка. Это было равносильно смертному приговору. Я понимал, что немцы будут нас ждать. Вдруг вспомнил, что приказывал обыскать одного из убитых немцев и забрать все документы. Солдат, который это делал, признался. Да, была одна маленькая бумажка. Потерял. Может, вытряс, когда комбинезон сушил. Встали все на колени и поползли по поляне искать. И нашли сморщенную полоску бумаги. Это была почтовая квитанция. Немец посылку отослал, а на ней можно разобрать номер полевой почты. По номеру установили, что пленный не соврал. Он был из дивизии Великая Германия. Контрольный пленный не понадобился. Осенью 1941 года немцы подошли к Ленинграду и захватили часть южного берега Ладожского озера. В их руках оказалось всего 12 километров прибрежной полосы между Шлиссельбургом и рабочим поселком номер 8. Но этих километров было достаточно, чтобы Ленинград оказался отрезанным от большой земли на целых два года. В это же время финские войска продвинулись по восточному берегу озера до реки Свирь. Связь с Ленинградом осуществлялась по воздуху или через Ладожское озеро. Началась блокада. С января 1942 года советское командование пять раз безуспешно пыталось разорвать это кольцо. Предпринимались попытки пробить коридор к осажденному Ленинграду по кратчайшему 12-километровому пути, названному Бутылочным горлом. Но немцы превратили этот участок в единый узел обороны. Все советские атаки увязали в хитросплетении траншей, окопов и огневых точек. Попытка второй ударной армии прорваться в обход окончилась трагически. Армия была окружена и разбита. Чтобы прорваться через мощную немецкую оборону в районе Ленинграда нужны были сведения о расположении вражеских оборонительных укреплений. Роль разведчиков при подготовке наступательной операции была важна как никогда. Разведчиков обычно отбирали из пехоты и готовили непосредственно в частях. Как правило, брали только добровольцев. Вспоминает Владимир Бухенко. Раздавался голос покупателя из разведки. Ну, орлы, у нас судьба решается быстро. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Но мы в шеи в окопах не кормим. Добровольцы, выходи из строя. Мы с моим товарищем Алексеем Солодовниковым решили погибать так с музыкой. Свои жизни надо продать подороже. Но новички, решившие стать разведчиками, имели лишь отдаленное представление о том, насколько тяжелая боевая работа им предстоит. Вспоминает Леонид Князик. Когда вызвался в разведку, я ничего толком не понимал. Не знал, какую фронтовую судьбу я себе выбрал. Просто думал, что это самая почетная боевая служба и хотелось себя достойно проявить на фронте. Владимир Зимаков попал в разведчики, возвращаясь из госпиталя в родную часть. Тут идет один тип. С немецким автоматом, в немецких сапогах. Ну что, хлопцы, из какой вы дивизии? Из 202-й. Ммм, драб-дивизия? Пошли лучше к нам, в разведку, в 180-ю. Как же так? Мы бронебойщики. Да ладно вам. Хватит хлопать по этим танкам. Пошли в разведку. Там лучше. Вспоминает Владимир Бухенко. Старики не только не ставили себя выше других, но и всячески старались помочь молодым солдатам во всем. Надо учитывать, что разведчики – особая каста. Для выполнения задания необходимо быть полностью уверенным в своих товарищах. А вот новоспеченным командиром завоевать авторитет было нелегко. Вспоминает Мстислав Иванов. Идет группа на задание. Командиром могут назначить какого-нибудь молодого лейтенанта из разведшколы. Он теоретически все знает, а практически ничего не умеет. Выползаем на нейтральную полосу. Кто-нибудь подползет к нему. Лейтенант, мы просто так умирать не хотим. Поэтому сегодня группой командует вот этот сержант. Вернешься, доложишь, что задание выполнено. Подготовка молодых разведчиков длилась от недели до месяца. И только после этого они отправлялись на задание. Вспоминает Евгений Агапов. Подготовка была обязательной для всех. Меня, например, две недели не допускали до боевых заданий, пока я не освоил базовые вещи, необходимые разведчику. Новичков в первую очередь учили навыкам наблюдения. Для разведчика важно не просто смотреть, но видеть. Новобранцу показывали разложенный на столе различный предмет. Затем быстро закрывали их и предлагали устно или письменно описать все, что он видел. Такую же тренировку проводили на слуховую память. Воспроизводился ряд звуков. Щелчок затвора, удар котелка, выстрел. От разведчика требовалось установить, в какой последовательности они прозвучали. Очень важным был навык определения дистанции ночью по вспышке выстрела. Как только боец видел вспышку от дальнего выстрела, он начинал отсчитывать. И один, и два, и три. Если через три секунды слышался звук выстрела, то умножив 3 на 340, боец узнавал дистанцию до огневой точки. Тысяча двадцать метров. Были и другие цифры, помогавшие определять дистанцию до источника звука. Обычная речь одного человека слышна за сто метров. Речь полголоса девяносто метров. Команды и крики до тысячи метров. Шепот шестьдесят метров. Покашливание сорок метров. Шаги тридцать метров. Переползание шестнадцать метров. Работа мотора автомашины за триста пятьсот метров. Учили разведчиков приемом рукопашного боя, владения ножом. В разведроте оказывались и те, кто до войны занимался спортивными единоборствами, боксом или борьбой. Вспоминает Александр Соловьев. Ножом учили бить снизу, так опаснее. Инструктор говорил так. Даже если ты будешь падать, то и снизу сможешь его ударить. Новичков учили бесшумно ползать и преодолевать заграждения. Отрабатывали снятие часовых, роль которых при обучении выполняли сами разведчики. Вспоминает Леонид Князек. Когда на тренировке тебя назначали караульным немцем, то ощущение было не из самых приятных. Бойцы тренировались стрелять из различных видов оружия, преимущественно из пистолетов и автоматов. Обезвреживанию мин не обучали. Для разминирования группам предавались саперы. Получив первичную подготовку, новички выходили в составе группы, состоящей из опытных бойцов. И уже во время первых разведывательных операций, или, как говорили разведчики, поисков, становилось видно, кто из них на что способен и кому какие задания поручать. Вспоминает Мстислав Иванов. Главное – психологическая устойчивость. Хороший разведчик не должен впадать в панику даже в самой сложной ситуации. Он должен привыкнуть к тому, что в любой момент его могут убить. И если ты думаешь, как бы выжить, ты уже ненадежен. Войска Ленинградского и Волховского фронтов готовились к началу операции «Искра». Ее план предусматривал одновременными встречными ударами обоих фронтов очистить прибрежную полосу Ладожского озера от немецких войск. Эту территорию обороняла немецкая группировка, равная примерно шести пехотным дивизиям и имевшая около 700 орудий и минометов. Против нее командование Ленинградского и Волховского фронтов сосредоточило 20 стрелковых дивизий, а также 7 стрелковых, 3 лыжные и 5 танковых бригад. В войсках имелось 4600 орудий и минометов и около 500 танков. Численное превосходство над противником было создано по пехоте в 4,5 раза, по артиллерии – в 6-7 раз и по танкам – в 10 раз. Начало операции назначено было на 1 января 43-го года, но из-за погодных условий его перенесли на 12 января. Войскам обоих фронтов нужно было пройти всего 12 километров. Но эти километры среди незамерзающих болот и торфяных карьеров были превращены немцами в поистине неприступную крепость. Вскрыть систему обороны этой крепости должна была разведка. За обороной противника велось постоянное наблюдение. Для этого на переднем крае стрелковые подразделения оборудовали целую сеть наблюдательных пунктов, откуда разведчики посменно следили за местностью. Чаще всего наблюдательным пунктом служил окоп или небольшая землянка. Как правило, она была невелика – примерно 2 на 2 метра. Ее высота, не более 1 метра, позволяла бойцу только полулежать. Для соблюдения маскировки строить высокое перекрытие было нельзя, да и материалы для этого имелись не всегда. Перекрытие землянки – это доски, солома и слой земли. Дверь заменяла плащ-палатка, которую днем для освещения заворачивали. По ночам действовало так называемое «телефонное освещение». На колышке, вбитые в стены землянки по всему ее контуру, развешивали кусок телефонного кабеля ПТФ-7, который имел изоляцию из хлопчатобумажной оплетки, пропитанной азокеритовой смолой. Вечером кабель поджигали с одного конца, и он горел тусклым коптящим пламенем. Утром у разведчиков были черные от копоти лица, руки и одежды, но разжиться трофейными свечами им удавалось редко. Чтобы скрыть от врага наблюдательный пункт, любые передвижения рядом с ним в светлое время суток были запрещены, поэтому еду разведчикам приносили два раза в сутки, до рассвета и после наступления темноты. Наблюдательный пункт можно было оборудовать и на дереве, но вести наблюдение с дерева не всегда удобно. А в ветреную погоду, когда дерево колышется из стороны в сторону, легко ошибиться, определяя расстояние до цели. Но у разведчиков были свои хитрости. Вспоминает Василий Блинков. Мы зарывали в землю два-три столба и высоко над землей проволокой привязывали к ним дерево. У дерева на привязи будет покачиваться только верхушка. Наблюдать станет гораздо удобнее и данные будут более точными. Разведчики должны были уметь пользоваться стереотрубой, биноклем и перископом разведчиков. Наблюдая, они вели журнал и отмечали передвижение на позициях противника, появившиеся и заброшенные огневые точки, вражеские наблюдательные пункты и устройства немецких траншей. Нередко немцы шли на хитрости, чтобы обмануть наблюдателя. Клали на склоны холмов куски битого стекла. Его блеск напоминал блеск стекол стереотрубы или бинокль. Новичок мог пометить на карте это место как наблюдательный пункт противника. Но опытного солдата обмануть было трудно. Солнечные блики от разложенных стекол неподвижны, в то время как блики от стекол стереотрубы и бинокля периодически двигаются. Для введения противника в заблуждение, чтобы скрыть расположение своих войск, немцы в заброшенных землянках умышленно топили печи сырым торфом, который давал много дыма. Однако бывалые разведчики знали, что землянки, занятые войсками, отапливались лишь сухими дровами и только в ночное время. Перед самым наступлением для того, чтобы вскрыть систему огня противника, применялась разведка боя. Добытые в ходе нее документы, списки подразделений, приказы и распоряжения, таблицы позывных, позволяли установить систему обороны численности замысла противника в масштабе полка или дивизии. Такие данные представляли ценность лишь один-два дня, но были незаменимы перед началом операции. Перед разведкой боем велось тщательное наблюдение за противником. Кроме разведчиков к операции привлекались и стрелковые подразделения. Вспоминает Николай Хваткин. Мы держались от пехоты подальше, потому что мы, 25 человек, могли сделать больше, чем 100 пехотинцев. Мы можем ворваться в траншею и быстро уйти. У нас спринтеры были. Ни один чемпион мира не догонит. Пехота завязывала бой. Тем временем, под прикрытием огня артиллерии и минометов, разведчики проделывали проходы в проволочных заграждениях. Группа захвата броском врывалась в траншею и, захватив пленного и документы, бегом отступала. Группа прикрытия огнем подавляла огневые точки немцев и отходила следом. Предупрежденные сигналами ракеты о выполнении задания, пехотинцы тоже возвращались на исходные позиции. Во время этого короткого боя командиры и артиллерийские разведчики засекали огневые точки врага и наносили их на карты. При проведении подготовки наступления эти точки уничтожались в первую очередь. Конечно, во время подобных схваток случались и потери. Вспоминает Николай Хваткин. Без потерь не было, особенно в группе прикрытия. Немцы нас преследовали. Группа прикрытия уходила последней, отстреливаясь. Старались уложить немцев и дать возможность уйти группе захвата. Планируя наступление, командиры должны были точно знать обстановку не только на переднем крае фронта, но и в глубине обороны противника. В этом случае и языка следовало брать не в траншеях передовой, а в тылу врага. Для этого организовывался разведывательный поиск. Чаще всего он проводился в темное время суток. Перед поиском опытные разведчики выбирали участок, через который разведгруппа будет проходить в немецкий тыл. Вспоминает Александр Соловьев. Четыре человека ходили на передовую и подбирали место для перехода. Если не находили, то в следующую ночь шли уже на другой участок. Точку для вылазки подбирали очень тщательно. Причем, если немцы нас заметили, то все, в это место даже не суемся. Отправляясь на задание, разведчики делились на три группы. Группу обеспечения, группу захвата и группу прикрытия. На группу обеспечения, которая обычно состояла из двух-четырех саперов, возлагалась организация прохода в полосе обороны. Они прокладывали проходы через свои немецкие минные поля и через проволочные заграждения. Здесь тоже были свои особенности и секрет. Вспоминает Павел Борисов. Лучше всего, когда проволоку режут два человека. Один режет, а другой руками ее поддерживает, чтобы не бренчало. Немецкая проволока при разрезании скатывается в круг и создает шум, который доносится до вражеских постов. Этого допускать нельзя. Поэтому, когда проволока перерезана, второй разведчик осторожно втыкает ее концы в землю, чтобы они не мешали ползущим бойцам. Немцы зачастую устанавливали у своих позиций целую систему простой, но весьма эффективной сигнализации. Это могли быть нехитрые устройства из пустых консервных банок, которые грохотали при задевании или перерезании проволоки. На раздавшийся в темноте звук тут же следовала немецкая пулеметная очередь. Поэтому резать проволоку следовало весьма разборчиво. Обычно разрезали только две проволочные нити внизу, чтобы смог проползти человек. Когда становилось слышно, что группа захвата начала действовать в немецкой траншеи, саперу перерезали остальные нити и дожидались возвращения разведчиков. В группу захвата входили бойцы, которые непосредственно выполняли разведывательный поиск на территории врага. Как правило, это были опытные, умелые и физически крепкие разведчики. Вспоминает Александр Соловьев. Группой захвата у нас были четыре силача. Видно, они бывшие спортсмены. Я видел, что они вытворяли на тренировках, как они друг друга кидали. Очень сильные и ловкие. В полковой разведке группа захвата обычно состояла из трех-пяти человек. На задания отправлялись только двое из них. Все пятеро участвовали в операции только при выполнении особо трудных заданий. Например, перехватить мотоциклиста или взять языка из штаба. На группу прикрытия возлагалась обязанность отсекать противника огнем при отходе группы захвата, если ее обнаружат. Бойцы из группы прикрытия также должны были выносить убитых или раненых товарищей. Не оставлять врагу своих было железным правилом разведки. Именно в группе прикрытия и начинали службу большинство разведчиков. Вспоминает Владимир Бухенко. Молодежь начинала с группы прикрытия. До группы захвата надо было дорасти. Вспоминает Николай Чернов. Бойцы иногда отказывались от выхода на задание, если накатывало предчувствие гибели. Если разведчик не хотел идти, я его не брал. Никого не заставлял, всегда спрашивал, «Ребят, кто пойдет сегодня?» Набирал группу из желающих. Отправлялись на задание в обычной форме, без знаков различия. Поверх формы всегда надевался маскировочный халат. Документы и награды сдавали, чтобы враг даже по личным вещам убитых не смог получить никакой информации. Командир брал с собой так называемую «слепую карту», на которой не было никаких пометок. Захватить же разведчика в плен живым было практически невозможно. Вспоминает Евгений Агапов. Даже раненый разведчик в безвыходной ситуации сам застрелится. В разведке служили в основном такие люди, которые уже ничего не боялись. Перед выходом на задание тщательно проверялось оружие. Группа прикрытия почти всегда была вооружена автоматами, иногда брали и ручной пулемет. А группа захвата вооружалась в зависимости от ситуации. Либо только пистолетами и ножами, либо еще брали и автомат. Тяжелые и громоздкие ППШ мало подходили для разведывательных поисков. Поэтому многие предпочитали немецкие автоматы МП-40. Вспоминает Михаил Шиндер. На следующий день после моего прибытия во взвод один из разведчиков достал из своего вещмешка немецкий автомат и три магазина к нему. И, косясь на мой ППШ, сказал «Возьми, лейтенант, фрицевский автомат полегче будет». К моменту прорыва блокады в советской разведке уже начали появляться первые автоматы ППС. Пистолет-пулемет ППС конструктора Алексея Судаева пользовался заслуженной любовью многих разведчиков. Во время разведпоисков особенно важны легкость и компактность автомата. Весивший всего 3 килограмма ППС в этом отношении превосходил не только легендарный ППШ, но и немецкий пистолет-пулемет МП-38-40, который был на целый килограмм тяжелее Судаевского. А бесшумность перемещения разведчиков напрямую зависела от веса их оружия. Вспоминает Евгений Агапов. На задание бойцы группы захвата ходили в большинстве случаев только с ППС, пистолетом и финкой. Автомат ППС был менее громоздким, чем ППШ и для разведки гораздо больше подходил. Алексей Судаев создал свой автомат в 1942 году в суровых условиях осажденного Ленинграда. Многие эксперты-ветераны признают ППС лучшим автоматом Второй мировой войны. Помимо компактности, он отличается удобством и достаточно высокими для пистолета-пулемета боевыми возможностями. Автомат имел откидной приклад и рожковый магазин на 35 патронов. ППШ за его высокий темп стрельбы иногда называли пожирателем патронов, а у ППС скорострельность была в два раза ниже, и поэтому бойцы имели возможность долго вести огонь короткими очередями, не меняя магазин. Выпущенная из ППС пуля сохраняла убойную силу на дистанции до 800 метров, в то время как немецкий МП-40 был эффективен только в ближнем бою на расстоянии до 150 метров. Вспоминает Иван Морозов. Судаевский автомат был хорош еще и тем, что из него хоть с откинутым, хоть со сложенным прикладом стреляй, все равно удобно. Огневая мощь достаточная для разведчика. Единственное, в нем не было переводчика на одиночный огонь, но мы натренировались делать короткие очереди по 5-6 выстрелов. Да и одиночными стрелять могли. Для этого, главное, сразу надо убирать палец, как только на спусковой крючок нажмешь. Но обычно нам и не нужно было стрелять одиночными. ППС, как и ППШ, был более надежным и менее чувствительным к загрязнению, чем немецкий МП-40. Вспоминает Александр Слуцкий. Немецкими автоматами мы не пользовались. У нас они считались ненадежными и уважением не пользовались. Впрочем, некоторые разведчики все-таки предпочитали МП-40, но объяснялось это скорее субъективными пристрастиями. Массовое производство автоматов ППС началось уже в конце 42-го года. Его изготовление было простым и дешевым, что было особенно важным в условиях затяжной войны. Он практически полностью собирался из штампованных деталей, соединяемых сваркой и заклепками. Расход материалов на один ППС был втрое меньше, чем на один ППШ. В 43-м году Судаев доработал свое оружие, устранив мелкие недостатки и упростив некоторые элементы конструкции, что дополнительно удешевило производство. Всего за войну было выпущено около полумиллиона автоматов ППС, обеих модификаций. Трофейные ППС-43 ценились даже в немецкой армии, где они использовали с обозначением МП-719Р. Два дня разведчики наблюдали за передним краем противника, выбирая наименее охраняемое место. Решили идти через маленькое болотце, как бы разрезающее немецкую оборону. Охранялось оно рядами колючей проволоки, минным полем и двумя дотами, долговременными огневыми точками. Группу из десяти разведчиков возглавил командир взвода полковой разведки. Ночью разведчики вышли на нейтральную полосу. Впереди ползли саперы. Вдруг один из них рукой наткнулся на тонкую проволоку немецкой простейшей сигнализацией. Достаточно перерезать ее, и в доте с грохотом упадет привязанная на другом конце консервная банка. Пулеметчик бросится к оружию и откроет огонь по пристрельному месту. Пока два сапера держали проволоку, третий перерезал ее. Затем закрепили свободные концы, обмотав их околе проволочных заграждений. Зимняя ночь длинная. Через несколько часов, проделав проход в заграждениях и минном поле, разведчики переползли на территорию противника. Саперы остались ждать у прохода. Пройдя полкилометра, разведгруппа подошла к дороге. Вдоль нее на шестах был проложен телефонный кабель. Группа захвата подползла к телефонной линии, и один из разведчиков перерезал ее. Оставалось ждать, когда появятся немецкие связисты. Вскоре разведчики увидели силуэты двух немецких солдат. Молниеносный бросок. Один связист убит, а второй разведчик схватил за горло. Короткий вопрос по-немецки. Жить хочешь? Немец утвердительно кивнул головой. Подгоняя перед собой немца, бойцы возвращаются к тому месту, где их ждут товарищи. Пригибаясь, все бегут к проходу. Переди немец, за ним разведчики группы захвата, последними группы обеспечения. Возле проволоки все залегли. Первыми опять движутся саперки. Пройдя за горождение, группа вскакивает и бежит к своим траншеям. Но вот их заметили немцы. Зметнули сосветительные ракеты, открыли огонь минометы, пытаясь отсечь разведчиков от своих траншей. Поздно. Никого не потеряв, группа вваливается в первую траншею своих войск. Задание выполнено. В ночь на 12 января, используя данные разведки, сводная группа ночных бомбардировщиков Волховского фронта подвергла ударам артиллерийские позиции и пункты управления противника в полосе прорыва. Одновременно советские самолеты нанесли удар по аэродромам и железнодорожным узлам в тылу немецкой армии. Таким образом, немецкие войска в районе бутылочного горла были изолированы от основных сил. Перебросить по железной дороге резервы к месту прорыва немецкое командование не успевало. 12 января в 9.30 утра на участках наступления началась артиллерийская подготовка. За 40 минут до начала атаки штурмовая авиация группами по 6-8 самолетов атаковала узлы связи, опорные пункты, артиллерийские и минометные батареи. Под прикрытием огневого вала артиллерии советские ударные группировки начали атаку немецких позиций. Войска 1-го эшелона Ленинградского фронта, перейдя Неву по льду, сломили сопротивление немцев между вторым городком и Шлиссельбургом. И к концу дня продвинулись вперед на 3 километра. Вторая ударная армия Волховского фронта также перешла в наступление и продвинулась в глубину немецкой обороны. 13 января наступление продолжилось. К исходу 14 января между войсками Ленинградского и Волховского фронтов оставалось расстояние не более 2 километров. Части немцев, находившиеся в районах Шлиссельбурга и Липки, оказались почти полностью изолированными от основных сил. В течение последующих трех дней советские войска, наращивая силу ударов, продолжали наступление, стремясь завершить прорыв и соединиться в районе рабочих поселков номер 1 и номер 5. Решающие события развернулись утром 18 января, когда силы обоих фронтов наконец соединились. Между Ленинградом и Большой землей был пробит узкий коридор, позволивший наладить доставку в город продуктов и топлива. В этом была немалая заслуга советской фронтовой разведки. не всегда разведывательные операции были удачными. Вспоминает Олег Кубецкий. У нас было принято говорить 5О. Обнаружил, осветил, обстрелял, отошли, отдыхаем. Когда такое случалось, командир возмущался. Ходить надо на 4П. Пошли, поймали, привели пьянствуем. Поиск вели до тех пор, пока не удавалось добыть языка. И это было еще не самым страшным. Вспоминает Михаил Ткач. В соседнем полку командир взбешенной неудачей разведчиков приказал «Ночью не взяли, днем пойдете». Они и пошли в последний путь. Вспоминает Александр Слуцкий. В самой роте дисциплина была железной, а на воле мы могли себе позволить определенное отступление от устава. Особенно после нескольких удачно выполненных заданий, когда наша группа получила очень хорошую репутацию и нам оказывали высокое доверие. В частности, разведчики могли позволить себе хорошо выпить и закусить. С питанием в разведке практически не было проблем, даже во время боев под Ленинградом. Вспоминает Владимир Бухенко «Мы на питание никогда не жаловались. Мы всегда шли впереди. Соответственно, и трофеи у нас всегда были». Захватывали немецкие вагоны, машины с продовольствием и сдавали их своему старшине. Даже иногда пехотинцев подкармливали. Кроме того, у немцев, захваченных в плен, почти всегда были с собой фляги, полные спирта. Так что разведчикам было, что присовокупить к фронтовым ста граммам. За это многие называли их аристократами. Но разведчики дорого платили за свой аристократизм, поскольку гибли гораздо чаще пехоты. Вспоминает Леонид Князик. Никто из нас не думал, что выживет. Даже на примере нашей троицы. Сначала погиб Быков, потом по второму разу ранила меня. Лежу в госпитале, привозят Ефремова. А продлить война еще немного. Или, если бы меня не комиссовали по инвалидности, обязательно бы убила. Чтобы выжить, кроме ловкости, силы, подготовки и опыта, разведчику, как никому другому, была необходима удача и надежные товарищи, готовые погибнуть друг за друга. И они умели дружить, а еще очень берегли друг друга. Вспоминает Михаил Шиндер. Я Ванюшева-Кулева очень хотел сберечь. Посылал его на разведку пореже. К нему пришло письмо от матери, что жена Ивана умерла. Все время голодала, последний кусок отдавала своим детям и померла совсем молодой. Тогда я впервые увидел его плачущим. После нашего последнего боя, 2 мая, в Берлине, меня Иван спросил, почему в разведку как всех не посылал? И я ответил ему, мы почти все холостые, если убьют, то мать поплачет и успокоится, а у тебя двое детей, кто их вырастет, если не ты? И тогда я во второй раз увидел на его лице слезы. ВЫСТРЕЛЫ 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 18 января войска двух фронтов соединились в районе рабочих поселков номер один и номер пять. Был освобожден Шлиссельбург и очищен от противника все побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8-11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. Наконец, произошло событие, о котором мечтали и за которое сражались защитники Ленинграда. Это про них написали впоследствии Волховскую застольную. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. ВЫСТРЕЛЫ Вспоминает Шалом Скапас «Я таскал в разведпоиски в кармане гимнастерки, как талисман, свою первую награду «Медаль за отвагу», хотя все награды полагалось сдавать старшине роты. Она спасла меня от стопроцентной смерти. Осколок гранаты, летевший прямо в мое сердце, покорежил медаль, вырвал из нее кусок металла и, изменив свою траекторию, попал в легкое. Там и сидит этот осколок по сей день. Медаль за отвагу учреждена в 1938 году. В статуте о медали перечислены все категории военнослужащих Красной и в дальнейшем в Советской армии, кто ею награждался. Среди первых награжденных за проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга, личное мужество и отвагу, пограничники Гуляев и Григорьев задержавшие группу диверсантов у озера Хасан. С момента своего появления и до распада Советского Союза медаль за отвагу считалась высшей медалью страны. Вспоминает Зимаков Владимир. За подбитую самоходку в конце войны получил медаль за отвагу. Вообще, за подбитый танк полагалось 500 рублей и орден Красной Звезды. Но первое, самая лучшая награда, это за отвагу, потом уж орден славы. За годы войны медалью за отвагу награждено более 4 миллионов 230 тысяч воинов. Сержант-минометчик 8-й отдельной гвардейской стрелковой бригады Степан Михайлович Зольников за годы войны пять раз награждался медалью за отвагу. Моисеева Лариса Петровна пришла на войну фельдшером, а закончила связисткой-телефонисткой 824-го отдельного разведательного арт-дивизиона. За годы войны она трижды награждалась медалью за отвагу. Вспоминает Матвей Гершман Конечно, орден славы или медаль за отвагу на груди это как визитная карточка или знак качества активного участника войны. Но были тысячи солдат и офицеров, комиссованных по ранению из армии в первые годы войны и не получивших никаких наград. В первые годы войны не густо награждали. Чтобы исключить возможность повторного выхода немцев к Ладожскому озеру, советские войска перешли к обороне. По проложенной узкоколейной железной дороге, которая то и дело подвергалась обстрелам, в город доставлялись продукты и топливо. Жизни многих ленинградцев были спасены. Спасены во многом благодаря сплоченной, каждодневной, изнурительной работе советских разведчиков. Вспоминает Шалом Скапас. Разведчики и диверсанты это единственные люди, которые всю войну провели лицом к лицу с врагом и со смертью. И любой фильм ужасов покажется вам лирической комедией после честного рассказа разведчика о том, что ему пришлось увидеть и испытать в разведке. Нам ведь очень часто приходилось немца не из автомата убивать, а резать ножами и душить руками. Сами вдумайтесь, что стоит за фразой «Я снял часового» или «Мы бесшумно обезвредили охрану». Спросите разведчиков, какие кошмары им снятся по ночам до сих пор. Война продолжалась. Днем и ночью в любую погоду разведка вела свою опасную работу, обеспечивая командование информацией о противнике. До полного снятия блокады Ленинграда в январе 44-го оставался еще целый год и долгих два с половиной года до окончания войны. Редактор субтитров А.Семкин